здравствуйте эта программа постфактум и я и автор и ведущий артем кудинов похоже краевые власти начинают понимать алтайский край его народное хозяйство нуждаются в комплексном системном развитии нельзя полагаться на то что рынок сам все расставит на свои места все отрегулирует в автоматическом режиме не расставит и не отрегулирует нужно все планировать нужно чтобы государство активно все организовывала на все влияло и во всем участвовала такая уж у нас страна впрочем и во всем мире так происходит взять дороги транспорт пассажирские грузовые перевозки без них никакое развитие невозможно никакие стройки открытие новых предприятий строительство жилья и прочее прочее да без транспорта просто невозможно нормальная жизнь людей на днях выступая на заседании общественной палаты алтайского края краевой министр транспорта александр дементьев сообщил что алтайское правительство намерено разработать большую программу развития всей краевой транспортной системы своеобразный транспортный генеральный план для всего алтайского края причем особое внимание в нем будет уделяться общественному транспорту и это при том что в последние годы пассажиропоток в общественных перевозках заметно снижается растет уровень автомобилизации населения в алтайском крае число автомобилей в крае за пять лет выросло почти на половину и уверенно приближается к одному миллиону несмотря на это проблемы общественных пассажирских перевозок в крае остаются очень острыми как сообщил дементьев новая краевая программа и схема организации транспортного обслуживания населения в первую очередь затронут барнаул и барнаульская агломерацию оно и понятно тут и народу много проживает уже каждый четвертый житель края и проблем пожалуй больше всего краевые власти убеждены новый документ позволит сформировать единый каркас транспортной системы увязать работу всех видов общественного транспорта улучшить автомобильные пригородные железнодорожные перевозки а также создать экономически эффективную и рентабельную сеть автомобильных перевозок такого документа надо признать в крае еще не было поэтому сделать предстоит много потребуется обработка и анализ большого массива данных серьезная кропотливая квалифицированная исследовательская работа а между тем свою программу будет разрабатывать и барнаул если краевые власти обязаны заняться междугородними межрегиональными перевозками то мэрия краевой столицы понятно сконцентрируется на городском общественном транспорте который давно нуждается в улучшении и научной организации понятно что метро мы в барнауле не построим хотя шутники в интернете давно об этом пишут но вот довести до ума существующую единую маршрутную сеть барнаула и разработать новую перспективную модель нам вполне по силам ожидается что концу этого года эта работа в барнауле будет завершена а ее результаты будут вынесены на общественное обсуждение на мой взгляд очень хорошо что власти и краевые городские барнаульские занимаются не только латанием дыр и решением частных проблем а пытаются заглянуть в будущее мыслят системно и стратегически а главное это надо нам жителям края барнаула мы главное заинтересованные лица мы ездим на автобусах трамваях троллейбусах пригородных поездах и в электричках важно только чтобы краевое правительство и мэрия барнаула действовали согласованно и сообща и чтобы все не ограничилось очередными пустыми бумажками ведь важны не разговоры а конечный результат это была программа постфактум и я ее автор и ведущий артем кудинов новая неделя даст новую пищу для размышлений